Всем здравствуйте! Меня зовут Сергей Швец. Сегодня мы с вами отправляемся в Краснодар забирать наш грузовик, который мы выиграли на аукционе МАН ТГА, тентованный. Сегодняшняя задача наша получить документы у представителя аукциона договора о бубликопродаже, акт-передаче. Далее получить ПТС в банке, вот так как ПТС находится в банке. Далее купить аккумуляторные батареи, поставить их, перегнать грузовик в сервис. Вот это наша задача на сегодня, если мы все, конечно, успеем, отправляемся в путь. Ну что, вот мы в Краснодаре взяли автомобиль на прокат, не буду говорить какой компании, чтобы лишний раз не делать рекламу. Сейчас летим за договором купли-продажами и за актом приема-передачи, потому что представитель компании, которая это все хозяйство продавала на аукционе, уже нам звонила, спрашивала, где мы находимся, поэтому летим срочным образом туда, а потом за ПТС. В Краснодаре сейчас тепло, как вы видите, плюс 15 градусов, в Москве минус 11, так что живут же люди некоторые, да? Ну, в принципе, что, поехали за документами. Приехали забирать документы, выясняется теперь, что сейчас мы должны поехать в банк, все вместе, там какая-то сложность по постановке печати, никто не знает, куда ее ставить. Короче, сейчас берем эту женщину, едем вместе с ней в банк, получаем ПТС-ку, забираем договоры и акты у нее, и уже отправляемся в магазин за аккумуляторами. По поводу аккумуляторов, уточним, там 225 аккумуляторы, это где-то по 11,5 тысяч рублей, нам надо их два, слава богу, перемычка есть, ну, думаю, что сегодня успеем все. Так, все-таки передала нам она женщина, так, берем передачи, как мы видим. Теперь едем мы в банк за ПТС, она поехала до нас, чтобы поставить печать. Короче, такая ситуация. Сейчас забираем ПТС-ку и потом уже занимаемся посредством автомобилей. Поехали. Конечно, у нас омывалки лобового стекла нет, 100%, поэтому так грязно получается. Сейчас в Краснодаре, видимо, такая ранняя-ранняя краснодарская весна, много пыли, поэтому хотелось помыть стекло, но это мы где-нибудь остановимся на заправке, купим какой-нибудь воды. Такое дело. Ну, ехать тут, слава богу, до банка недалеко. Навигация нам показывает 10 минут, 8 минут, ну, плюс-минус 10, да? Поэтому думаю, что за сегодняшний день мы какую-то часть работы успеем сделать. Несмотря на то, что 3 часа практически уже, но у нас аккумуляторные батареи продаются непосредственно в близости к стоянке. Автомагазин по аккумуляторным батареям работает до 7 часов вечера, поэтому есть шансы, что мы вот сегодня хотя бы мы его запустим, так и позвоним в сервис, договоримся с сервисом о том, чтобы автомобиль у нас приняли. все-таки скажу вам, как же здорово, когда приезжаешь из Москвы, где минус 11 сегодня, приезжаешь туда, где плюс 16. Шикарная температура, вот такой бы все зиму цены бы и не было. И руки не мерзнут, и автомобиль всегда можно завести, аккумуляторы не высаживаются. Ну, я такое с точки зрения транспортной именно имею в виду. Ну, и, конечно, само состояние, там, когда много солнца, прикольно. Забрали ПТС-ку, правда, она вся исчиркана, куча лизингов, куча компаний. Последний балтийский лизинг, теперь мы. Вот мы видим грузовик. МАН 2007 года выпуска. Вот такая трэдлайн вывоз. Знаем мы таких трэдлайн. В 2010 году. Страна вывоза Финляндии. может быть, и руль перекинут у него был. Ну, посмотрим. Такое дело. Ладно, что, теперь мы едем с вами за аккумуляторами, правильно? Отправляемся. Звоним в сервис. Сервис не хочет, но... Алло, здрасте. Здрасте. А скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я хочу к вам на ремонт пригнать грузовик МАН ТГ 2007 года выпуска. А это... А смотрите, вот этот грузовик стоит у вас напротив, есть территория, где конфискованная техника стоит. Я этот грузовик купил, мне на него выдали все документы, вот хочу теперь привезти, чтобы вы там посмотрели, что с ним необходимо сделать. Это будет через неделю, вот так то уж могу взять ремонт. Ну, а если я просто... А как так вам его просто пригнать и отдать, можно, и пусть он у вас стоит? Так, а что с ним надо будет делать-то? Ну, а мы с вами потом по телефону можем согласовать, ну, надо будет по-любому диски менять, там, суппорта, тормоза посмотреть, ну, там и остальное, все, чтобы просто он был рабочий, чтобы он до Москвы доехал спокойно. Ну, то есть надо его осмотреть, ну, поговоря сначала, вот. Да. Можно так же будет, да? Просто я сам-то из Москвы... А когда можно его пригнать? Сегодня, я так понимаю, вы работаете скольки? До пяти, да? До шести? Да, ну нет, нет, сегодня нет. Завтра можно? Ну, в принципе, вы завтра здесь будете или нет? Да, я бы хотел завтра, потому что сегодня я сейчас туда поеду, поставлю на него аккумуляторы, чтобы он полностью заводился, а завтра бы к вам уже пригнал бы там, до обеда сто процентов пригнал бы уже. Ну, давайте, мы его загоним, тогда погоним, а потом как... А потом мы с вами на созвоне будем, да, что делать будем согласовывать. Все, спасибо, тогда завтра пригоню. А как вас зовут? Или там просто на приемку подойти? На приемку зайдете, Сергея спросит. Все, Сергей, спасибо, все, спасибо. Тогда до завтра, до свидания. Да, давайте. Все понятно. В принципе, через неделю только возьмут. Хорошо, что мы уже прилетели, а то бы еще неделю бы прождали бы, грузовик бы там этот простоял бы, с него бы что-нибудь сперли. Сейчас мы покупаем аккумуляторы, ставим сегодня аккумулятор, завтра приезжаем, его перегоняем к ребятам, к согласовым краткий перечень работ визуально, что мы видим, а что мы там должны сделать? Мы там должны поменять тормоза в круг, как вы уже слышали, разобраться с суппортами, наверное, перетряхнуть сеть суппорта, колодки поменять. Посмотреть у нас, если помните, было течи масла с левой стороны, там где-то двигатель подтекает, да, тоже этот момент вот и утрясти. Ну и так по мелочевке там посмотреть, и самое главное, когда он запустится, посмотреть, что с блоками, потому что мы тогда уприкруливали, блоки вообще не работали. Сейчас мы его с вами прикурим уже, нормально заведем от аккумуляторов, и тогда уже посмотрим, будут работать блоки или нет. Если они не будут работать, надо разбираться там, чтобы электрик это все хозяйство смотрел. Так что вот так. Приехали за аккумуляторами. Такой небольшой магазин, а вроде сайтов много. Сейчас надо закрыть этот автомобиль наш арендный. Сейчас покупаем и щелкнули. Пойдемте отсюда к ребятам заходим. Только я не знаю, где 190 или 225-е могут подойти, потому что там вообще нет никаких аккумуляторов. А, там вообще нет. Ман-тега. Может быть, и 190 подойдет. Ну, на ман-тега это иначе. Он не запустится? Да запустится. А в чем тогда разница? Мороз не запустится, да? У них меньше пустовой ток, емкость меньше, ресурс меньше. Так, ман-тега. Тега 2008 года грузовик. А, 190 подойдет. Вот видите, как здорово и замечательно. 190 как есть. 190 это как раз наша тема. Так, так, так. Такие, конечно, парные. Это дорогие какие-то аккумуляторы. Это Словениам. Какая разница? Не варташ, да? Ну, по качеству не хуже. Да. Так, это получается такие. Дальше, что у тебя есть с 190? Какие? Прямая полярность. Короче, аккумуляторов нет. Едем в другой магазин с аккумуляторами. Какие-то гиверы, шмиверы по 9 рублей. Сейчас воды и кубер зальем в бочер. Значит, ситуация следующая. То, что нам посоветовали аккумуляторы, сказали, у них есть на другой точке аккумуляторы 190, которые нам подходят к европолярности. Мы полпути проехали, протынялись, аккумуляторов там не оказалось. Они оказались бракованными на складе какие-то, списанные. Мы в другом месте сейчас нашли аккумуляторы по 10,5 рублей. Две штуки. Сегодня мы их забираем. Позвонил на стоянку я, чтобы забрать, чтобы сегодня поставить аккумуляторы на грузовик. Нас культурно послали. Сказали, что работают только до 5. Поэтому завтра мы приезжаем утром, ставим аккумуляторы и уже после этого будем перегонять данные транспортные средства в сервис. То есть сегодня мы работаем чисто курьером. Забери бумаги, возьми запчасти. А уже завтра непосредственно будем заниматься с запуском и перегонкой грузовика. Вот такие вот утешительные новости, классные. Но зато через полчаса мы свободные. Так что такие дела. Все, отправляемся с аккумуляторами, летим. Нам правда показывает, что ехать еще порядка 20 минут. Хотя тут пешком можно дойти, просто чтобы не в руках их таскать. Такая ситуация. Вот такие купил аккумуляторы. Сейчас сяду, пока не собьют. Аккумуляторы куплены. Жалко нас нахрен послали сегодня по стоянке. А время 16.47. Сегодня вообще никуда не успеем никак. Зараза, столько времени теряется. Так бы уже сделали бы сегодня гораздо больше, чем планировалось бы. Но всегда есть какие-то нюансы. Поэтому что, сейчас позвоним на разборку. Узнаем на разборке, если крышка аккумуляторная, может быть сразу дойдем и доедем ее купим. Что время тянуть, какое-то время есть, правильно? На разборку звоним. Добрый день, градуровый. На разборку. Алло, здрасте. Меня Сергей зовут. А подскажите, пожалуйста, а у вас крышки аккумуляторные на грузовик Манта ГА нет, случайно? Нет, к сожалению, продали крышки все. Крышек нет, все понял. Так, а вот фары на Манта ГА, на грузовик. Фара на Манта ГА. А у нас на тягач. Ага. Так она же одинаковая, нет? Ну да, я думаю, что мы с вами с вами с вами. Вот фара нужна, потому что они такие, знаете, там черные внутри осыпались. Блин, вот фара тоже нет. Давайте, знаете как, если не срочно, примерно через, там, дня 3-4, сможете прозвонить? Ну, тогда там, может быть, через неделю-полторы позвоню, потому что я просто сейчас в Краснодаре, я вот на ремонт оставлю, а потом прилечу, тогда... Ну, просто мы машину вот берем, буквально тут, я не знаю точно когда, но вот день с дня на день. А вы берете грузовик? Тяжку, ман. Все их 9 сидели. Все, а у них крышки же одинаковые, да? Ну да, да там все одинаковые. А вы сами в Краснодаре где находитесь непосредственно? М4-1044 километров. А сколько этот Краснодара там, ну, от самого ехать примерно? Минут... Ну, а где вы стоите, там, наверное, где? Ну, вот, я не... Ну, допустим, если я на Тихорецкое, примерно, плюс-минус, да во сколько, так, чтобы просто... Километров... Километров 30, может. А, ну все, понял. Тогда, так, а мне тогда вам позвонить где-то через неделю, или я могу там на карту предоплату кинуть, она у вас полежит, когда я буду грузовик забирать, я заеду к вам заберу все это хозяйство, да? Ну, лучше поразвонить, потому что, как бы, ну, мне-то известно, что машина это будет. Так. То есть, ну, всякое бывает, человеческий фактор. Так, может, не заберут, может, заберут, ну, что-то такое. Понятно. Ё-моё. Фортовый. Крышку не купить. Да тут поблизости толком и ничего нет. Надо поковыряться на вид, а может быть, сейчас. Надо где-то тормознуть, в нормальном месте, поковыряться на вид, а поискать эту крышку, потому что без крышки, или хотя бы ремень какой-то найти. Не, ну, мы-то будем перегонять этот грузовик. Понятно, что там аккумуляторы можно не прикреплять, там чисто дорогу переехать, но сам факт того, что крышка должна быть, чтобы и держатели для аккумуляторов, чтобы они просто не улетели, и на них не попадала грязь, когда мы погоним в Москву, после ремонта уже, это, да. А может быть, стоять на сервисе, у пацанов заказать, может, у них там, они могут помочь. Хотя, Денис, здравствуйте. А вот по поводу бэушных запчастей, с кем пообщаться можно? Разборка интересует меня. Спасибо. Добрый день, компания. Все, тут разборка. Здрасте. А скажите, пожалуйста, вот меня интересуют там некоторые запчасти на МАН-ТГА. Это с вами, да, можно пообщаться? Да, что? Меня интересует крышка аккумуляторная на МАН-ТГА, на грузовик. Есть такая? Давайте венкот автомобиля будем все прямо подоспоткать. Так, сейчас, одну секунду, венкот автомобиля. Минуточку. Все, летим на разборку, а то завтра не успеем. Вот такая вот разборка. позвонил своему товарищу в Москву по поводу разборки. Так он сказал, что это, в принципе, неплохая разборка по Краснодару. Альцфорд. Сейчас пойдем проверим. Вот крышечки, сейчас крышечки выберет. Вот так вот. Ну что, вот наступил следующий день. Мы подъезжаем с вами к стоянке, где стоит наш грузовик. Если помните, здесь мы были в прошлый раз. Сейчас мы будем его запускать. После того, как запустим, будем перегонять на территорию сервиса и дальше уже собираться домой. Но это в зависимости от того, как все пойдет. Вот в этом сервисе мы будем его учинить. Написано, что МАН. Ну, в принципе, нам такое и надо. Запустили на машине. Хорошо. Думал, может быть, придется аккумуляторы тащить в руках. А это не очень удобно. Они тяжелые все-таки. Здесь у нас школьные автобусы. Они просто стояли. Так, ищем наш грузовичок. А вот и наш грузовичок. Сеточка разобрана. Сейчас мы к нему подъедем задом, наверное. Или боком. Какая разница. Так, ну, вроде не разворованный. А может быть, это и не он. Он. Пойдемте с вами будем запускать его. Сразу, это не наш, наш другой. Наш с вами грузовик, ребята. Вот этот вот. 286. Вот наш грузовик. Сетка тут еще не разобрана. Так, надо отца ключи было взять. Ага, крепление. Эту планку можно было бы у ребят на разборке купить. Видите, вчера была она, а я не помнил, как здесь ситуация. Так, ну, ладно. Разговор разговорами. Начинаем таскать аккумуляторы. Да. Редактор субтитров Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну что, ребят, поехали! Добавил субтитры DimaTorzok Воздуха нет, поехали! Далеко не уедем Что-то он подглючивает Не хочет у нас А что-то с коробкой надо Какой-то блок может Стоило аккумуляторы скинуть Диман опять поехал Третья передача включена Поехали потихонечку О, пятая Шепчет! Сейчас сервис Еще гляди домой пораньше успеем Только руль не поворачивается Твою мать Руль, походу, закис немножко Настоял столько лет Вперед-назад ездили А больше нифига Все, сейчас главное нам что? Выходи за этих ворот Пойдем деду документы покажем Ставлю его на передачи Чтобы он никуда не уехал А то потом его не заведем Пойдемте, ребят Вроде где-то держат Будется рискнуть Фу, две жизни потерял Руль Подклинивает Видимо, заржавел Фух Поворотный механизм Короче, такое Сейчас на сервис Главное его отдать И пусть он там стоит Цей грузовик На том сервисе Он заведенный Заведенный стоит Даже не уедет Никуда он не денется Дороги его поставил Короче, по дороге На нем фиг поедешь На этом грузовике Надо что-то думать Ладно, идем в сервис Ну, вроде все Срастается в сервисе Сказали заезжать Главное, чтобы он не заглох Там Солярки-то в нем На дне показывало Работает Блин, сейчас опять на нем разворачиваться С этим рулевым, конечно Это полная попа Еще какая-то комиссия там Короче, беда Сейчас будем что-то вытворять Работает ласточка И даже ничего не бежит Бежать нечему Так, ну вроде Машину ребятам сдали Телефонами обменялись Через неделю они приступят к ремонту Плюс еще масла поменять надо обязательно Фильтра, иначе помрет Двигатель, коробка В мосту надо поменять тоже Он такой Фу, заехал Подкачался Все равно, что в зале был Все, теперь Едем в аэропорт Вылетаем домой В принципе Вот такой вот у нас получился Не длинный Не короткий выпуск Но Более-менее нормальный Я так думаю Нам еще предстоит С этим маном повозиться В следующих выпусках Я расскажу Сколько Сколько нам пошелся ремонт И смогли ли мы Его отремонтировать Как положено Такие моменты Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Дизлайки Пишите комментарии С вами был Сергей Швец из Солнечного Краснодара Всем удачи Не болейте Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok